А накануне эту памятную дату вспоминали в учебных заведениях. Напомним, что в этом году исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны. О том, как хрупок мир и ужасна война, и какой след эта тема оставила в искусстве, в репортаже Ивана Швецова из музыкального колледжа и художественного училища города Кирова. Первые аккорды прелюдии Рахманинова до диез минор серьезные и эмоциональные одновременно погружают слушателей в нарастающую атмосферу тревоги. Для того, чтобы напомнить людям о том, как Первая мировая война повлияла на жизнь России и мира, автор концерта Галина Тарасова собрала самые разные композиции – от фольклора до классики. Фоном к некоторым музыкальным номерам стали реальные документы ушедшей эпохи, фотографии которых проецировались на экран во время выступления. Композиция построена на письмах вятских солдат с фонда, вятских солдат, которые были участниками Первой мировой войны. И, естественно, в контексте того, что они писали, как жизнь в Вятке, вятской губернии того времени протекала. Кстати, цитата из одного такого письма и стала названием всего концерта «Без победы домой не придем» – почти полуторачасовое музыкальное представление, которое осенью этого года продемонстрирует не только студентам музыкального колледжа, но и кировским школьникам и студентам крупнейших вузов региона. Я думаю, что сегодняшняя тема как никогда актуальна, потому что наш мир стоит на пороге Третьей мировой войны. Мир сейчас неспокойная обстановка в мире. И представленная нами композиция, она ясно дает понять, как тяжела война и что нужно избегать всего этого, что сейчас происходит, и стараться беречь наш мир, потому что он очень хрупок. Во время концерта звучали солдатские песни, которые пели именно в вятских деревнях в далеком 1914 году. Этот любимый краеведами и диалектологами фольклорный жанр хорошо задокументирован. В кировских архивах сохранились тексты песен и ноты народных мелодий. Прощай, девки, прощай, бабы. Искусство почти всегда отвечает времени, ведет с ним диалог. И как музыка откликнулась на ужасы войны экспрессионизмом, подчеркнутой эмоциональностью Дебюсси и Равеля, так и в живописи война оставила свой след. Об этом говорили на вступительной лекции в Кировском художественном училище. Художники уходили на фронт, в частности, Петро Водкин принимал участие. В Первой мировой войне, так ее называли в Европе Великой войной. Также Шагал обращается к этой теме. И у него достаточно яркие работы, которые он делает, как в графике, например, «Раненый воин», так и в живописи. Отметим, что 2015 год станет для художественного училища имени Рылова юбилейным. Учебному заведению исполняется 40 лет. В честь этой знаменательной даты в течение всего года в Кирове пройдут выставки выпускников училища, его педагогов и наиболее талантливых студентов. Иван Швецов, Вячеслав Голиков, Вести, Киров.